ДИЖЕЙ СМЕШ И почему фанаты накинулись на него за совместную работу с Моргенштерном? Он – некогда самый популярный диск «Жокей-Столица». Да что там в столице? Диджей Смэш знала вся страна и обожал весь мир. Не слышать его было невозможно. Композиции «Волна» и «Москол Нелос Липс» не двигали разве что только тектонические плиты. Хотя, учитывая, сколько людей под них разрывали танцпол, то и это вполне возможно. Я волна, новая волна, подо мной будет вся страна. Казалось бы, после столь яркого взлета Смэшу было суждено потухнуть, как и любой другой звездочке нулевых. Но что-то пошло не по стандартному сценарию. Спросите, что? А вот как раз-таки об этом наш сегодняшний сюжет, в котором мы расскажем вам, как сложился путь самого титулованного диджея страны после того, как отгремели его золотые хиты. А с вами, как всегда и уже несмотря ни на что, канал «Шоу Бизнес». Канал об обратной стране индустрии. И это вторая часть нашего документального фильма про диджея-гения Андрея Ширмана. А если вы любите музыку так же, как любим ее мы, то присоединяйтесь к нашему сообществу, подписывайтесь и прожимайте колокол. Ну а если вы настоящий ценитель, то еще и прыгаем в наш телеграм-канал, где вы лично можете повлиять на создание сюжета, предложить новые темы и пропесочить автора, а также просто пообщаться со своими людьми в уютной атмосфере. Все ссылочки в описании, а мы начинаем! После триумфального взлета с первым альбомом и его главными хитами, в 2010-м Смэш продолжает свою эпопею успешности и становится резидентом клуба «Мавида» в Лондоне, который значился на первом месте всех клубных рейтингов и вип-рум в Сент-Тропе. Кстати, в том же лондонском «Мавида» Ширман успел поработать еще ранее, но предпочел вернуться. Помимо этого, стоит упомянуть, что DJ Smash прошелся практически по всем топовым клубам мира и успел поработать с самыми именитыми мировыми звездами диджеинга. А про лондонский «Мавида» сам Андрей высказывался так. «Это действительно был крутой клуб по тем временам. Там бывали буквально все звезды, о которых пишут мировые таблоиды. Спортсмены, актеры, музыканты. Ну, буквально все, начиная от Дэвида Бэкхэма и заканчивая Джорджем Клуни. И все они танцевали под мою музыку. И надо сказать, что многие площадки хотели бы с ним долгосрочное сотрудничество, но ни Нью-Йорк, ни Париж так и не прельстили Андрея в плане постоянного места жительства. А вот домик на Рублевке, в котором он постоянно проживает, его вполне устраивает. В том же 2010-м Андрей радует нас свеженьким материалом, а именно новым сборником-ремиксом Grand Crew Remixed. Если честно, то по сути, это просто ремиксованный дебютный альбом IDDQD. Но менее интересным он от этого не кажется. Во-первых, это лучшие хиты в новом обрамлении. Во-вторых, в его создании приняли участие мастеровитые диджеи планеты Алекс Гаудино, диджея Энтони vs. Йоко, Нари и Милани, Том Нови и Андрея Ти Мендоза vs. Тайбет. А сейчас просто слушаем и наслаждаемся. Субтитры делал DimaTorzok Не забыл Андрей и про свой первый пермский хит 15-летней давности «Между небом и землей», о котором мы говорили в первой части. «Между небом и землей» Еще раз дублируем на него клип, который появился в сети еще годом ранее, в 2009. Кстати, отдельный альбом можно собирать не только из песен про Москву. Его вполне можно смастерить из разных версий хита Moscow Never Sleeps, которых только на этом сборнике представлено целых два экземпляра. А вот за второй бэнгер-смэша «Волна» взялся именитый швейцарский диджей Антуан, дав песне вторую волну популярности. Это, к слову, произошло еще ранее, в 2008. Но уверен, что больше всего вам должен зайти ремикс на трек «Самолет». Это вообще нечто сногсшибательное. А вот уже в новом 2011-м вышел полноценный альбом, он же второй номерной, получивший название «23». Если по-русски, то просто «23». Забегая вперед, скажу, что пластинка оставила крайне двоякие ощущения. От неподдельного восторга вплоть до испанского стыда. Почему? Посмотрим далее. Сам альбом спродюсирован Ником Ингманом, работавшим с Мадонной, Бьорк и Месси Фатак. В него вошли 14 композиций, три из которых записаны с лондонским симфоническим оркестром, сотрудничавшим с Битлз и Майклом Джексоном. Помимо этого в пластинке приняли участие Терри Би, МС Шайан, Тимоти, Лариса Долина, группа Любе, диджея Ши и новый продюсерский проект лейбла DJ Smash группа Los Dichatos. Звучит уже многообещающе, не правда ли? Презентация прошла в одном из элитных ресторанов «Казино Кафе». Пресс-конференция была посвящена выходу пластинки и продвижению Андрея на западный рынок. Гостей, сбор которых проходил под музыку с нового альбома, встречал Кинг, символ генерального партнера релиза «Бургер Кинг». Спикером пресс-конференции, помимо главного героя вечера, выступила генеральный директор «Бургер Кинг России» Яна Песоцкая. В публике было сообщено, что бюджет альбома составил четверть миллионов долларов, а его распространение осуществляется через сеть ресторанов «Бургер Кинг», что являлось для музыкальной индустрии по-настоящему уникальным событием. Да и сведением занимался далеко не Василий, который посмотрел курсы в интернете, а сам Мэдмар, известный по работе с уже знакомым нам диджеем Антуаном. И, кстати, на два сингла, выпущенных ранее «Птица» и «From Russia With Love» уже были сняты клипы и подготовлены ремикс-паки. Ну и что клипы, что сами песни, производят тот неподдельный восторг, о котором мы говорили ранее. Аплодисменты стоят. Открывает же альбом песня «I need you». Над богатым инструментальным вступлением этой песни плодотворно поработал лондонский симфонический оркестр. Удачные вокальные партии исполнила Терри Би. Также высоким уровнем вокала порадовали участники нового проекта DJ Smash «Лос Девчатас». В соавторстве со своим новым детищем Ширман записал крутые диско-хаус номера «Show Me To Your Love» и «Wanna Feel It». «I wanna know, is this all that's left for us?» «Is this where I go?» «It's still gonna be there» «I want you to love» Треком «From Russia With Love» Smash, видимо, попытался повторить успех бенгера Moscow Nile Sleep. В этой композиции мелодия из «Прощание славянки» неудачно скрещена с довольно резкой клубной мелодикой без претензий на самобытность. Но в общем и в целом для рядового слушателя в самый раз. На роль хита уровня волны, скорее всего, претендует лиричная композиция «Можно без слов». Кстати, на альбоме она состоит из двух частей. Инструментальным вступлением с живописными клавишными проигрышами и танцевальным продолжением, которое не растеряло красоты и изящества Интера. И все бы отлично, но затянуть на альбом сливки отечественного шоу-бизнеса было крайне ошибочно. Та же Лариса Долина с большой натяжкой смогла вписаться в клубный формат, а строчка «Уже не может уснуть моя душа» и хрифмовка на «Ты и я» сразу же отторгают нас от трека «Этой ночью» хотя бы поэтической дешевизной. Нет, конечно, в танцевальной музыке априори нет поэтизма, но именно здесь почему-то сильнее всего подвидает уши. Сюда же вписывается непонятное мелкое «Д», которую хоть и можно расценивать как остроумный Степ, но, увы, звучит все же как тупой. И снова мрак тебя уносит, ах ты мелкая дрянь. А вот ремикс на легендарную песню «Атас» вышел куда веселее, но опять же, на новый уровень это не выходит. Все это можно было бы списать на то, что Smash руководствовался тем, что для российского рынка и так сойдет. Оно и правда может сойдет, причем вполне. Но если бы не очередная коллаборация с Тимоти, «Превращусь в тигра прямо у тебя в кровати, и ты захочешь еще, и ты не скажешь «хватит», я превращу твою барсетку в сумку от Hermes. Сначала фокусы, а потом секс. Yes, baby, yes, ты получишь, что захочешь, я и диджей Smash, мы знаем, что ты хочешь». Со стороны альбом выглядит как угодите нашим и вашим, тот момент, когда талант неудачно смешался с бизнесом. А вот затерся ли диджей Smash и превратился в того персонажа, который выжимает последние соки из некогда мощной песенной машины, мы узнаем далее. В новом 2012-м Андрей продолжает покушаться на российский музыкальный рынок и ни в коем разе не останавливает работу с соотечественниками. Такой примечательной работой оказался совместный трек с Верой Брежневой «Любовь на расстоянии». А вот представлять такой продукт российскому слушателю уже совсем не стыдно. Да что там, можно без каких-либо сомнений вносить его в списки золотой русской попсы. Слово, в этом году для Smash'а баланс между российским и зарубежным рынком был соблюден эталонно. Чего только стоит сингл «Рендес Воус». Ну и музыкальная основа просто бесподобна. Думаю, этим можно раскачать даже самого пузатого депутата в клубе. Были и универсальные композиции для общего рынка танцпола, вроде трека «Йонг Хёртс». Летом этого же года Smash получил приглашение выступить на одной сцене с Дэвидом Геттой и Ники Ромеро в рамках фестиваля «Электробич Порт Баркарес» во Франции. Привет, привет, привет. Я очень рад, что тебя увидел в гостей листке сейчас. Выступление произвело впечатление, и позже он был приглашен повторно, где поставил абсолютный рекорд. Андрей заставил подпрыгнуть одновременно в такт более 50 тысяч человек. Впечатляет, не правда ли? 2012-е стал для Ширмана по правде насыщенным. Помимо основания собственного ресторанного проекта в столице, бара «Бум-бум-рум» 2012-й оказался годом выпуска третьего студийного альбома «Новый мир» на лейбле «Вельвет Мьюзик». Открыл свеженький релиз, как по мне, не самый удачный трек с одноименным названием. Хотя он вполне объясняет назначение пластинки. Почему не удачным? Ну вот сейчас вы слышали отрывочек песни. Ждете ли вы здесь танцевальную партию? Думаю, навряд ли. Ну ладно, не будем портить вам впечатление, ведь в целом альбом вышел превосходным. Как минимум потому, что в него вошли те самые хиты, которые мы обсуждали чуть ранее. Мелодично взрывающийся рендер «Воуз», «Любовь на расстоянии» с Верой Брежневой и «Москва» с винтажом. Помимо них в записи поучаствовали такие исполнители, как «Текила», «Тимур Родригес», «Радио Киллер», группа «Достучаться до небес» и «Лос Девчатес». Это альбом экспериментов и новшеств, в котором Ширман выступает в роли автора и продюсера. Работа над пластинкой длилась на протяжении полутора лет, как результат более зрелое, идеологически выдержанное звучание композиции. Единственное, такое ощущение несколько могут подпортить совместные треки с Тимуром Родригесом и «Текилой». Я знаю, что под утро вы будете с «Текилой». Сорвай свой страх, вружаясь в сон, Данцуй с музыкой, живя в унисон. Хотя, если не придираться, то с Родригесом получилось нечто стебное. Так что, ну это юмор. Всего в альбом вошло 11 композиций. Интересные бонус-треки нового мира. Сюда попала песня «Откат», записанная Семеном Слепаковым. Достаточно смелая работа, не правда ли? Тогда на дворе был 2012-й, «Рассвет свободы слова». Сама же анимация очень примечательна одним из кадров. Я сейчас вам просто включу продолжение и задержу на одном из моментов. Дальше думайте сами. А вот под следующий бонус-трек можно было хорошенько так подэнсить. Еще одним качественным клипом видеографии Смэша отметилась работа на трек «Только вперед». Если коротко, то в клипе повествуется о том, как неправильное воспитание детей в школе может сделать из них в будущем настоящих тиранов. В новом 2013-м Смэш отметился еще одной полуполитической совместной работой с участниками комедий-клаб под названием «НЕКТЬ». Ох, Марина Кравец еще никогда так не ошибалась. Не забыл Андрей и про западный рынок, сделав для него парочку очень зажигательных товаров, один из которых с самим Дэвидом Крейгом. Вскоре эти треки войдут в его будущий альбом. О нем уже совсем скоро. Субтитры делал DimaTorzok Кстати, немного о знакомстве Смэша с Дэвидом. По словам самого же Андрея, с Крейгом играли на вечеринке в Монако в позапрошлом году. Она была посвящена Формуле-1. Играли вместе. Я к нему подошел, сказал, что я классный русский диджей и предложил поработать. А он очень любит Россию, потому что у него здесь много корпоративов. Мы даже шутим, что Крейг Дэвид, Ван Дам и Стивен Сигал снимают где-то квартиру. После ошеломительного успеха песни «Москва» Смэш продолжил сотрудничество с группой «Винтаж» и представил очередную совместную работу. В общем-то, данный период вышел для Андрея вторым витком развития творчества. Ему удалось успешно продолжить свое победоносное шествие и не завязнуть в бликах былой славы. Только по итогам 2012-13 годов он завоевал более пяти музыкальных премий. VKLYBE.TV Industry Awards Победитель в номинации «Лучший диджеев» в 2012 и 2013 году. Top Hit Music Awards Победитель в номинации «Радиовзлет» 2012. Победитель в номинации «Лучшее видео» за песню «Москва» Fit Vintage премии Муз-ТВ Fashion People Awards и победитель в номинации «Лучший селебрити проект» за ресторан Boom Boom Room. В 2014-м был выпущен четвертый студийный альбом Star Treks. Эту пластинку Смэш сопроводил непонятнейшим одноименным треком и более непонятным клипом в стиле голливудской фантастики. К слову, в силу специфического видеоряда его не взяли даже в ротацию на российское ТВ. На этот раз Смэш решил не мудрить и сделать новый релиз, заточенный полностью под западного слушателя. Почти весь альбом получился дуэтным на английском и французском языках, на котором мы можем встретить совместки с Морэнди, Крейгом, Дэвидом, Диджеем, Бобина и многими другими. Над его звучанием Смэш-работал на пару с крутейшим саунд-продюсером из России по имени Чин Конг. Парочку из композиции мы уже слышали, и согласитесь, это шедевральные работы. А вот остальные давайте послушаем сейчас. Смэш-работал на пару с крутейшим саунд-продюсером из России по имени Чин Конг. Ну и как же без клипов? В плане продакшна Андрей никогда не был скупым и активно экранизировал свои работы. Причем это происходило всегда со знаком высокого качества. На этот раз визуализацию получили следующие треки с альбома. Оказался ли успешен данный альбом? Думаю, по последнему клипу, где под Смэша скачут десятки тысяч людей, все предельно понятно. Есть ли у вас на памяти хоть один российский артист, который смог бы собрать и заставить прыгать под свою музыку более 50 тысяч человек? Думаю, навряд ли. Только посмотрите, как это круто. Да, в России такой феерии не предвиделось. Но если честно, этого было и не нужно. Диджей Смэш – артист абсолютно мирового уровня. И если вы могли заметить, то какая-либо критика в этом сюжете касалась только лишь его некоторых российских продуктов. Вина ли в этом Смэша? Никак нет. Он-то делал все по правилам, которые диктуют наш отечественный шоу-бизнес. И как говорил сам Андрей на тот момент, «Я выпускаю его сейчас в Австрии, Швейцарии, Германии и Франции. У меня больше половины выступлений за границей. Причем из них больше половины на западную аудиторию. На следующей неделе у меня два концерта в Лондоне, и я встречаюсь с лондонской компанией, с которой сотрудничаю, чтобы выпуститься и там. А почему бы и нет? Практично иметь разные рынки. Здесь я поставил себе достаточно четко. Что бы я ни сделал, я все равно уже не прыгну выше себя. Хоть я запишу еще 10 дуэтов с русскими звездами. И, к слову, это первый альбом Андрея, который я скачал полностью и ни разу не перелистнул ни одну песню. Но может, кроме одноименного трека «Стартрек». А вот далее мы узнаем, удалось ли Ширману адаптироваться под новую волну времени и современного слушателя. Не стал ли он тем забавным старичком, который пытается оставаться модным. А вот в новом 2015-м Андрей взбудоражил всех своим новым творением «Lavas to Lavas» с зарубежным артистом Ридли, вызвавшим массу откликов из-за слишком откровенных съемок в клипе. На этом они не остановились и выкатили нам еще один совместный шедевр – «The Night is Young». Также Андрей объявил, что теперь его псевдоним избавлен от приставки «Диджей», потому что все воспринимают его как полноценного исполнителя, а не как диджея. Правда, вскоре приставка все же вернется. Не забыл Смэши про своих друзей из группы «Винтаж», выпустив с ними очередную совместную песню. Позже Ширман открыл еще пару ресторанов и записал официальный клип для фестиваля в Нижнем Новгороде. Некоторое время сотрудничал с продюсером Максом Падеевым, который пригласил его поработать с коллективом «Серебро», где тогда солировали Елена Темникова и Ольга Серебкина. А вот в семнадцатом, спустя три года, созрел и увидел свет новенький альбом Андрея «Смэш Волт». «Мир современного диск-жокея не так прост, друзья, как это может показаться на первый взгляд». И это по совместительству. Вторая подряд пластинка. Бесучка и задоринки, главным качеством которых стала органичность. Я к тому, что и первые альбомы были шедеврами, но им не хватало взрослого и мудрого почерка, которым «Смэш» без сомнения обзавелся. В первых же альбомах был бешеный порыв молодости и свободы, чем они, к слову, превосходят последующие. Лучше всего я объясню это поговоркой всему свое время. И далеко не зря, что он стал убирать из псевдонима приставку «Диджей». Его музыка вывалилась далеко за пределы диджеинга. Он стал вполне самобытным и талантливым музыкантом. Заметили по ходу сюжеты, как песни стали более мелодичными? Все же это произошло с движением времени и прогресса в творчестве Андрея. Его музыка выпрыгнула далеко за пределы классического хаоса. Он стал вплетать в нее все больше живых инструментов и вокального мелодизма. Причем, хочу заметить, во все это он органично вплел и свою любимую электронную музыку. И если по ходу сюжета мы говорили об уровне, то с этим альбомом он также пробил одну из новых планок. Ну а самой же гениальной композицией альбома, а по совместительству самой любимой композицией автора, является песня «Love and Pride», которая своим неповторимым вайбом выбрасывает тебя куда-то далеко в стратосферу. И как говорил сам Андрей о съемках клипа на данную песню, задумка оказалась непростой в подготовке и реализации. На съемочной площадке, не считая команды, присутствовало 64 актера. Исполнительницу главной роли нашли всего за три часа до начала съемочного процесса, ведь и ранее утвержденная актриса не смогла присутствовать на съемке из-за форс-мажорных обстоятельств. А для воссоздания диско-клуба 80-х оператору-постановщику с командой пришлось собрать 300 метров неона. Режиссер клипа Леонид Колоссовский признался, что вдохновением для видео послужили фильмы и клипы 80-х, а также более 40 японских реклам, которые пришлось посмотреть всей команде. Помимо этого в альбом вошли уже выпущенные ранее синглы «The Night is Young» и «Lovest to Lovest». Если этим альбомом Smash хотел погрузить нас в свой иллюзорный мир, как заявлялось в интро и названии самой пластинки, то у него получилось сполна. Таким чувством, что звук можно потрогать и уснуть в нем, как в пуховом одеяле. Пожалуй, назову Smash World космическим релизом. И, кстати, «Полет в космос» диджея Смэша обойдется вам разве что платой за подписку на музыку. В том же году Ширман был приглашен на открытие и закрытие Кубка Конфедерации. На мероприятии он представил футбольный гимн команда, совместную работу с Полиной Гагариной и Егором Кридом. А вот в этой главе совсем не о музыке. В феврале 2018-го Андрей приехал в родную Пермь навестить родителей, а вечером пошел в местное ДК, где проходила клубная вечеринка и был жестко избит местным депутатом. И хоть звучит абсурдно, но это совсем не анекдот. В Ленинском районном суде Перми к этому часу уже завершилось заседание по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана в ночном клубе «Дом культуры». Перед началом мероприятия он сфотографировался со всеми желающими, среди которых и был тот местный политик Александр Телепнев, а по совместительству глава Пермской Федерации ММА и мастер спорта по рукопашному бою. В свое время он вызывал на бой даже самого Виталия Кличко по правилам ММА. Виталий проигнорировал вызов, а вот Смэшу пришлось отдуваться за именитого боксера. Сам Александр был не один, а в компании своего товарища, спортивного промоутера Сергея Иванкевича. Ублюдка просто избили моего друга. Один из них профессиональный спортсмен. Они должны в тюрьме сидеть, а не ходить и развлекаться. Сфотографироваться вышло крайне неудачно. Телепнев со Смэшем в кадры попали, а вот Иванкевич лишь только на половину лица. Изрядно подвыпивши Сергей решил восстановить справедливость. Иванкевич начал меня оттягивать от барной стойки. Я понял, к чему он идет. Я понял, что он хочет делать еще фотографии, продолжать их делать. Но он был настолько пьян, что он не смог устоять на ногах и просто упал, потянув меня за собой. Я практически упал, но стоял на ногах, облокотившись на пол. И когда поднялся, я почувствовал два удара. Ту самую точную двоечку нанес Телепнев, свалив Андрея с ног. А вот далее ребятки продолжили играть с Мэшем буквально в футбол, избивая ногами. По словам самого экс-депутата, все происходило примерно так. Во-первых, я не хотел бы, чтобы это все произошло. То есть старался, не был участником этого конфликта. Ну и в какой-то определенный момент так получилось, что вот оказался причастен. Как говорится, итог налицо. Говорить не могу. Челюсть сложили. Здесь будут проверять, что с мозгом находится. Здесь просто был удар сильный. Здесь пропилили, здесь сломана кость. Здесь проверили, поставили пластину. Сказали, что с ней до конца жизни не было. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица, правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Если коротко, то поездочка в родной город вышла крайне неудачной. Меня что бы взмутило? На лицо моего друга посмотрите. На лице Андрея Ширмана шрамы под кожей пластины, которые останутся на всю жизнь. После инцидента за смеша сразу же вписался Тимати. В этом ему огромный респект. Тимур разместил пост в инстаграме и впоследствии сопровождал Андрея на судебных заседаниях. Они должны в тюрьме сидеть, а не ходить и развлекаться. Уже подключилась достаточно большая команда. И дело находится также на спецконтроле в Москве. По словам самого Ширмана, инцидент с ним не первый в неофициальной бойцовской карьере Телепнева. Мы привыкли так делать, мы привыкли откупаться. Привыкли запугивать людей. История Глеба, которого они избили в январе этого года в том же клубе. Мы же запугивали его, его семью. Я буду доволен только в конце, если это будет определительный приговор с реальным сроком. По версии следствия, именно Александр Телепнев ударил юношу по лицу, разбил бровь и очки. Просил мне не прикасаться к крючковой. На этот мужчина, следовательно, никак не отреагировал и произвел мне удар лбом в нос. Учитывая всеобщую шумиху, прикрыть дельца не представлялось возможным. А вот условкой там даже и не пахло. Двор считаем чересчур жестким. Окончательное решение суда с учетом предыдущего эпизода. Плюс два месяца и того, два года и два месяца колонии-поселения. Несмотря на все эти проблемы, в 18-м Смэш порадовал серией тяжеловесных релизов. Моя любовь 18. Не переживай. Причем хочу заметить русскоязычных. Сопроводил он все это дело очередными качественными клипами, в которых вернулся, внимание, старый образ кота. Забывай даже имя, но только не это. Остальное сотри как бы с белого цвета. Не переживай. Не переживай. Пожалуй, данные работы можно считать той самой отсечкой, когда творчество Смэша приобрело совершенно идеальную форму для реалий современного отечественного шоу-бизнеса. Далее поймете, о чем я говорю. Также стоит отметить, что Андрей выступил в них в качестве полноценного солиста. А вот уже в следующем, не менее крутом сингле «Сохрани» вокальную партию исполнил Артем Пивоваров. Так, а теперь скажите, как вам эта тройка песен? По-моему, очень даже мощно. А если все они на одном альбоме, где помимо них еще масса хитовых работ? Да, вывод один. Такой альбом вышел бы по-настоящему мощнейшим. Больше скажу, он и вышел. Аккурат к 37-му дню рождения Андрея в 2019 году. А назвал он его «Viva Amnesia». Всего на пластинке 12 композиций. Помимо вот этих трех работ, он включил в себя еще один, ранее выпущенный трек «Команда» с Гагариной и Кридом. На этот раз одноименный трек альбома явно удался. Не знаю, благодаря космической обворожительности и потрясающему вокалу Люси Чеботиной или же абсолютному таланту Смэша. Кажется, и тому, и тому. Говоря в целом об альбоме, а если точнее, то «В общем и целом», Смэшу удалось вывести идеальную форму качественной попсы на русском, а именно щепотка первосортного трендового звучания, щепотка красивого бокала, ну и все это дело щедро сдобрить взрывающей хаос партии. Готово! Хотя формула ясная применялась уже ранее, на этом альбоме она просто пришла в более совершенный вид. Сделай это красиво, но спаси, амнезио! Амнезио! Что позади, ты туда не гляди, Нам суждено вперед идти, Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти Как вы поняли, на этот раз Андрей акцентировался уже на русскоязычном слушателе, хотя без зарубежных синглов так же не обошлось. Примером тому песня «Мама Сэдж». Красивая англоязычная совместка Ширмана с Тайлером Джеймсом Беллингером, ну или трек под названием «My Story». А вот под композицию «My Dream» можно уже неплохо так потанцевать. По традиции «Смэш» экранизировал практически половину альбома, и единственный клип, который мы еще не видели – трэшовая экранизация на песню «Расскажи». Расскажи, 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 знаменателен покупкой светского издания «People Talk» и собственной музыкальной студии. Андрей намеревался превратить издание о шоу-бизнесе в более жизненное и интересное для широкого круга читателей. Уже в период всемирного локдауна весной 20-го «Смэш» не давал нам унывать дистанционным трекам «Весного окна», записанным совместной с исполнительницей «Негришковец». А позже также совместно с «Негришковец» был выпущен трек «Пудинг» и красочным анимационным клипом на него. Уже в мае Андрей порадовал нас выступлением на пятом дне ВК-фест 2020. Концерт проходил в режиме онлайн. И казалось уж, в этом году у «Смэша» все тихо, мирно, никаких альбомов и гремящих хитов. Но не тут-то было. Талант Андрея разразился с новой силой и выкатил для современной молодежи и всех обитателей ТикТок-пространства настоящий шедевр совместно с исполнителем «Поет» под названием «Беги». Знаете, на моей памяти только одному «Смэшу» удалось так органично залететь в трендовое пространство зумеров из тех, кого они же называют динозаврами. Да, конечно, Андрей не выступал в этом треке как солист. Тем не менее, именно он создал звук, который полюбился всем. От мала до велика. Так вот я к чему. Последнее время мы наблюдаем крепкую тенденцию, что уже выжившие из ума звезды нулевых всеми способами пытаются нахайпить на былых заслугах и становятся ходячими экспонатами музея, неумело пляшущими перед современной публикой, становясь попросту фриками. А вот «Смэш», который наделен удивительным чувством вкуса, наоборот, становится для них законодателем мод, что непременно является проявлением огромного таланта. Поспорить с этим навыком вряд ли удастся, ведь весной 21-го к услугам «Смэша» обратился лидер представительства зумеров, его величество Алишер Тагирович Мергенштерн, вместе с которым они дали вторую жизнь золотому хиту «Волна». В самом начале клипа дисклеймер с уточнением, что ролик не создавался с целью оскорбления чувств и в нем нет демонстрации психотропных веществ. Взрастной же «Сенс 18 плюс» объясняет с использованием в тексте ненормативной лексики и присутствием сцен сексуального характера. Тем не менее, дисклеймер не уберег исполнителей от пристального внимания общественности. Вскоре после выхода клипа в думе от «Смэша» потребовали удалить видео из сети. К слову, Мергенштерн не был бы Мергенштерном, если бы не развел лют на очередную провокацию. После этого зумеры очухались еще больше. И уже скоро к «Смэшу» обратилась одна из самых популярных тиктокерш — Валя Карнавал. Плодом их работы стал трек и клейп на него «Тихий гимн». Судя по комментариям, получился настоящий фильм-триллер. И вот мы, наконец-то, дошли до сегодняшнего — 2022 года. В этом году «Смэш» пока ничего не успел приготовить нам свеженького. Хотя нет, погодите, мы забыли про клип «АТМЛ». Еще одно шедевральное творение в коллаборации с «Пойотом». Ну и на этом точно все. Не забудь подписаться на наш канал, если тебе понравилось видео. А желательно, прожми колокольчик, лайк и напиши комментарий. А то автору сюжета станет совсем грустно, и он пойдет пить «Блэйзер». А «Блэйзер» сейчас уже совсем не тот, как в 2007-м. По итогу автор отравится и не напишет новый сюжет. Так что подписывайтесь на канал «Спасать чуд печень». Всех обнимаем и любим. Берегите себя и своих близких. Мир всем местным. А сейчас рубрика «Лучшие треки молодых исполнителей», которые попались нам под руку. Если хочешь попасть в наш ролик, присылай свои песни на электронную почту, которую видишь на экране. Огонь здесь за основу, и голос сорван словом. Но головы по-новой качнут по старой школе. И пусть не эталонны, но без шаблонов. Копи мы свои корни помним, зададим планку для зомби. Стойте тихо на обочке, папины, сынки и дочки. Ныжьте ваши локоточки, здесь суть не в оболочке. И эта суть намного шире, чем штырь и ваш взрак. А средний палец, как знак, развеять хайп в прах. Вожуха сильным эмси в мире хапана сегодня. Но среди братьев вижу голос, значит мутим бомбу. Вам порция на пробу, хоть техника и опыт. А там как видно богу, той, как нас там запомнит. Наши сборные, все в норме, хип-хопом в голову кормим. Все так же тараторим в май для тех, кто с нами этим болен. И мы не остановим ритмопульсации в такт.